Я вас всех приветствую. Итак, сегодня адаптер про зимнюю обувь. Ведь именно зимняя обувь требует немалого внимания, конечно же и летняя, весенняя, осенняя, но именно зимняя, если будет подобрана неправильно, эксплуатироваться неправильно, да или вообще просто вы не купили правильную, нормальную, не подобрали для себя, для своего региона, для своего действия, которое вы планируете в этой обуви осуществлять обувь, то в принципе последствия могут быть очень серьезными. Ладно летом, когда можно в принципе снять и пойти дальше в каких-нибудь там тапочках и так далее. Хотя, кстати говоря, именно зимой тоже немаловажно иметь именно сменную обувь. То есть, если вы собираетесь в какое-нибудь там походно-приключенческое мероприятие, имеет смысл рассмотреть именно сменную обувь. Вы спросите, а в чем же это заключается, эта сменная обувь? Я вам сейчас продемонстрирую достаточно понятный и простой вариант. Вот смотрите, наверное, многим из вас уже известны, вот такие вот пенистые, от слова пена, полусапоги, полу какие-то такие ботинки, очень простые, недорогие, понятные, очень легкие. Здесь главное что? Здесь главное угадать с наполнителем, потому как именно стельку для таких недоботинок делают, я вам честно говорю, не очень качественную. Если это действительно какие-то там не ямпортные варианты, какие-нибудь шведские ботинки и так далее, там действительно подходят к этому вопросу качественно. А в нашем случае делают стельку, ну, такую себе, как бы вот, которая не отвечает, по сути говоря, ну, во всяком случае, моим требованиям. Возможно, вам будет в ней комфортно, но тем не менее. Итак, данные ботинки, они действительно легкие, удобны в использовании, особенно, когда, например, вам необходимо подсушить или привести в порядок свои основные ботинки, либо, например, ночью выйти из палатки куда-нибудь там по вопросам разным. Вот, вы одеваете просто эту обувь, достаточно быстро натягиваете на ногу, выходите в ней и возвращаетесь. Они всегда будут сухими. То есть, это как такие НЗ, потому как даже самые серьезные ботинки, на которые вы возлагали такие сумасшедшие надежды, и ежели вы в них промокли, а вам предстоит какой-то еще переход или там подготовка какой-нибудь вечерней, там уже ночевки, то это может сыграть очень с вами такую вот злую шутку. И при наличии у вас вот такого второго варианта запасных ботинок, которые можно, кстати говоря, сложить совершенно спокойно, то есть, смять их, да хоть пополам вот так вот их каким-то образом можно свинтить, вот, уложить какой-нибудь там в рюкзак, да, или под низ, например, там, чтобы они выполняли даже роль амортизатора, например, внизу под рюкзаком, тоже можно и, поверьте, ничего не будет. Единственное, что проблема этих ботинок заключается в том, что если вы их пробили, а их пробить в принципе, ну, несложно, потому что они тонковаты, то они полностью уже теряют свои герметичные свойства, да, то есть, в них вода или снег со временем может совершенно свободно проникнуть. Поэтому нужно в этих ботинках быть внимательным по отношению туда, куда вы становитесь, куда вы в них заходите, куда вы в них пытаетесь залезть. Ну, и, конечно же, в этих ботинках близко, например, греться у костра вот в зимний период крайне не рекомендую. Они также могут себя повести очень, ну, так, неправильно по отношению к вам. И многим может показаться, стоя у костра, что, о, вот сейчас, например, почувствовал тепло. Да, на тело хорошо пошло тепло, все замечательно. Ну, как-то вот ноги не согреваются, и вы становитесь поближе, вы становитесь еще ближе. И вот, когда вы начинаете в ботинках чувствовать, что, о, наконец-то пошло тепло, я рекомендую вам обратить внимание сразу, что у вас там внизу в ботинках происходит. Не в ботинках, а снаружи. Скорее всего, они уже где-то поплавились, скорее всего, уже кожа где-то там начинает потихонечку подванивать. Или резина, поэтому в данном случае сушка обуви возле костра на себе, это не лучший вариант. Поэтому еще раз возвращаюсь к теме того, что кроме основных ботинок, ботинок нужен какой-то сменный. И в данном случае такая вот пенистая обувь, она наиболее оптимальна. Первая часть закончилась.